Сегодня мы с вами немножко поговорим про пятую страницу трактата Моэд Катан. И здесь обсуждение конца нашей Мишны и разной, как говорится, царкей рабим, то, что требуется для общества, для общины, то, что разрешили в Холомое делать. Я уже говорил, что по многим мнениям точное решение, что можно, что нельзя в Холомое делать, это было в руках раввинов. И вообще есть мнение, что полностью все законы Холомоэда, они раввинские. И, по крайней мере, то, что требуется для починки дорог, строительства микв и подобных вещей, там разрешили... На самом деле, тут в этих законах есть много точных деталей, я не буду, конечно, вдаваться во все это, но вот в Шухнархе они попали в главу Тавкуф Мемдай, Далет, это 544 глава, и вот тут обсуждают по с кем, что можно делать простые виды работы, то, что называется в массе хедиот, да, непрофессиональный, да, дело дилетанта, дословно, да. Это можно делать, даже если это не требуется для самого Холомое, да, или для самого праздника. Просто вот так как люди свободны в это время, то разрешили раввин им пока что заниматься общинами нуждами. Ведь мы уже привыкли, что сегодня нету ни одного места, где евреи бы имели свое, так сказать, государство по Торе. Израиль, государство зеркулярное, а в других странах, соответственно, тоже мы живем обычно среди большого общества. Но когда-то евреи, так сказать, государство и было управляемо раввинами в идеальном случае по законам Торы. Так вот, раввинам нужно было беспокоиться о том, чтобы были дороги, чтобы на этих дорогах не было михшолин, так сказать, камней преткновения, чтобы не было никакой опасности, да, чтобы был доступ воды и другая инфраструктура. В том числе, во время, когда люди свободны, в Холомоид самое хорошее время как раз, чтобы их занять, чтобы они занимались с Аркей Рабим. Но то, что не требуется для самих праздников, для самого Холомоида, во всяком случае, делают только простые виды работ. Маса хедиот, не уман. Но детали всего этого выходят из рамки нашего урока. Вот, например, Мишнабрура приводит к бюрхаллахи диспутность о том, можно ли брать за это деньги. Да, логика подсказит, что вроде это и за деньги тоже можно. Даже если это не ради митвы какой-то просто, потому что тогда на этом и экономила община, да, что государство, так сказать, могло нанять людей в Холомоид очень дешево, они все равно ничем не заняты, и они могли починить пока что то, что требуется. Вот, здесь Егемора немало обсуждает общую идею, насколько важно убрать всем их шолям, что если люди не убирают, так сказать, камни преткновения, то вина всей общины, если кто-то потом погибнет хасвишалом или будет какой-то ущерб, да, нужно, чтобы не было камней преткновения, и в том числе они из-за чистоты ритуальной должны были отмечать, где именно находятся могилы, где ритуальная нечистота, чтобы люди не зашли туда, например, с какими-то святыми видами пищи, да, или с трумой, или с тем, что нужно для храма. В общем, все эти вещи делались, холомоет. И заодно расскажу одну небольшую агаду, здесь интересную, тут обсуждается в общем о том, как важно, да, следить, чтобы везде было, не было никаких мигшорем, и вот заодно приводится поведение одного из мудрецов, учеников мудреца даже, который избегал как-то опозорить своего раввина, так беспокоился, чтобы не ударил грязь лицо его раввин. А именно, когда они обычно занимались в течение года, он ему задавался возможные сложные вопросы, и не боялся спросить вопрос. Но когда раввин давал урок публично перед праздниками, у него было принято, что давали уроки, и много людей собиралось, вот тогда его ученик был очень осторожен, чтобы не задавать ему никаких сложных вопросов, вдруг раввин не будет знать, или как-то опозориться, представляете? Если бы у нас было столько учеников, которые так беспокоятся о нашем уважении. Ведь на самом деле ничего такого уж страшного нет, если раввин что-то не знает, особенно когда все было устным, невозможно было так просто посмотреть, как сейчас, если что-то не знаешь, можно найти там по фаидным указателям книг специальных, или там сегодня по интернету тоже, или разные программы есть. Тогда же этого всего не было. Человек мог просто не знать. Немало есть историй в самом Талмуде, когда кто-то что-то не знал, и спрашивал, пытался узнать. Но вот этот ученик был настолько осторожен, что не спрашивал даже раввина то, что может привести к его небольшому стеснению, если ему придется признать, что он не знает, или может быть ответить не совсем точно, боясь, что будет думать, что он недостаточно знает. И они здесь используют на этот стих из конца 50-го псалма. Собственно, этот же стих они использовали в общем, когда обсуждали важность избегать камни преткновения, что общество должно ограждать, так сказать, людей от греха и от опасности. И вот в том числе использовали этот стих. Это конец 50-го псалма. Тут разные мидраши приводят вообще-то, что можно читать как шам. Вы знаете, что это часть устного закона, так же, как гласные и знаки припинания, то есть таамим, ноты наши и догеши. Это все часть устного закона, это в манускрипте нету. Так же разумеет душиный сын. По манускрипту это не понять. Пишется одинаково эта буква, но есть точка справа, а есть точка слева. Одно из них шин, а другой сын. И вот есть такие способы, когда нидаршин как будто читается по-другому. Не читай так, а читай так. Товас здесь сам читает как шам. Сам это как симшалом, да, что-то поставил путь. А шам это как, видимо, оценка. Оценка бейдина, например. Что человек, который правильно выбирает свой путь и проверяет свои пути, он наверняка заслужит спасение Всевышнего. Всевышний даст ему увидеть свое спасение. Как этот ученик Рабьеная, который не задавал сложных вопросов, когда народ собрался, чтобы не опозорить, хасвежал своего раввина. И если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова